Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! У кого из нас не было моментов, когда казалось весь мир против нас? Все рушится и пути назад просто нет. Когда кажется, что все близкие против тебя? Тогда непременно нужно постараться исправить ситуацию и посмотреть какой-то фильм с ярким хэппи-эндом. А еще лучше почитать положительную историю из реальной жизни. Сегодня именно такой историей мы поделимся с вами. Роман и Дмитрий – молодые парни, которые поддались всеобщей волне и стали блогерами. Они снимают различные видеоролики и выкладывают в сети. Зачастую это социальные проекты, связанные с помощью малоимущим. Роман вместе с Дмитрием ездят по городу, скупают продукты или лекарства и раздают их малоимущим или же пенсионерам. И они действительно помогают людям, а не только хвастаются и зарабатывают на этом деньги. Но есть у блогеров и своя любимица. Женщина по имени Наталья Александровна стала героиней девяти видеороликов парней. Наталье Александровне 62 года и она пенсионерка. Ранее работала преподавателем в музыкальной школе, умеет очень хорошо играть на фортепьяно. Роман и Дмитрий познакомились с женщиной совершенно случайно. Однажды они возвращались домой со съемок очередного выпуска своего проекта. В тот день они купили больше продуктовых пакетов и к концу съемки один у них остался. И вот они уже собрались садиться в машину и уезжать, как тут увидели человека, который рылся в мусорном баке неподалеку. Этим человеком была Наталья Александровна. Парни предложили ей помочь, от чего она сильно удивилась. Вручили ей пакет с продуктами и попросили рассказать женщину свою историю. История того, как получилось, что она ищет еду в мусорных баках. Наталья Александровна поведала свою очень печальную историю. Оказывается, у женщины была дочь. Но два года тому назад она покончила с собой. Молодая девушка набрала кредитов в банке под большие проценты. И когда поняла, что не сможет их погасить, решилась на отчаянный шаг. А так как Наталья Александровна была ее поручителем, теперь с ее мизерной пенсии в 12 тысяч рублей 8 идут на погашение долга. Есть у Натальи Александровны и сын. В свои 32 года он живет с мамой в однокомнатной квартире и почти никуда не выходит. После смерти сестре он стал эпилептиком и, понятное дело, нигде не работает. Все заботы о сыне легли на плечи бедной женщины. Наталья Александровна пыталась устроиться на работу, но ее никуда не берут. И не только из-за возраста. Женщина плохо видит, на один глаз вообще ничего, еще и ходит с трудом после сложной операции. В тот вечер блогеры еще немного пообщались с женщиной. В частности, много говорили о музыке, об этом Наталья Александровна могла говорить часами. В этом деле ей не было равных. Тогда Роман и Дмитрий отдали ей пакет с продуктами и дали ей также 5 тысяч рублей. Женщина была растрогана и пообещала, что эти деньги не будут потрачены напрасно. Спустя несколько недель парни решили снова наведаться к Наталье. Они собрали несколько пакетов продуктов с большим сроком годности, чтобы хватило надолго и отправились к женщине домой. Ранее она сообщила свой адрес. В квартире стоял ужасный запах, поэтому пришлось разговаривать на улице. В доме у Натальи даже не было электричества, отключили из-за долгов. На улице Наталья продолжала рассказывать своим парням о своей жизни. У нее было 25 лет педагогического стажа, и у нее было много учеников. Она бы, может, и хотела с ними пообщаться, но не хочет навязываться со своими проблемами. Не хотелось ей жаловаться. Роман и Дмитрий помогают Наталье Александровне уже почти полгода. Они часто навядываются к ней с продуктовыми пакетами. Но не только едой они помогли. Блогеры оплатили ее долги за свет, и в ее квартире снова стало светло. Они купили ей холодильник и газовую плиту. Отвезли также к врачу, чтобы помочь ей вылечить глаза. Для того, чтобы вернуть ей зрение, Наталью отправили в Москву. И после операции на глазах оплатили ей также и лечение зубов. И пока Наталья была в Москве, в ее родном городе, для нее готовили сюрприз. В ее квартире сделали капитальный ремонт, поменяли мебель, докупили техники и даже пианино, чтобы она продолжала заниматься любимым делом. А когда Наталья вернулась домой перед тем, как вернуться в квартиру, ее отвезли в салон красоты и сделали макияж и новую прическу. И вот обновленная Наталья вернулась в свою новую квартиру. Ее удивлению не было предела. А еще больше после того, как она увидела своих прежних учеников. Рома и Дима отыскали их и пригласили на новоселье. Слез не сдерживал никто. Спустя пару месяцев Роман и Дмитрий снова наведались к Наталье Александровне. Женщина начала новую жизнь. Она устроилась на работу, вела факультативные занятия в музыкальной школе. Она была очень счастлива и безумно благодарна ребятам за то, что перевернули ее жизнь. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.